В преступлении раскаиваетесь? Ну, раскаиваюсь. Вино признаете полностью? Полностью. Ни одно уголовное дело не может быть раскрыто без Шерлока Холмса наших дней. Следователя. Данная профессия предполагает наличие таких качеств, как аналитический склад ума, умение строить логические цепочки и владение навыками психологии. Все это помогает решить главную задачу – воссоздание истинной картины произошедшего, без которой невозможно раскрыть ни одно преступление. Анна Кулаковская работает следователем с 2010 года. На ее счету немало распутанных дел, и все благодаря таланту и жгучему желанию бороться с преступностью. У нее с детства перед глазами был пример настоящего мужества и силы. Отец, который все свое время отдавал работе в правоохранительных органах. Он и привил любовь к обостренному чувству справедливости и сыскному делу. Я помню, как в детстве он приходил в форму, и меня всегда привлекала форма. Я хотела точно так же, как он, носить форму и выезжать на места преступления. Мне было очень интересно ловить бандитов, охотиться за преступниками. Мне все это было очень интересно. В моей личной практике было немало уголовных дел, которые были и сложные, и достаточно простые, но каждая из них по-особенному запоминающаяся. В нашей профессии нет интересных или неинтересных дел. Бывают очень сложные дела, в которых достаточно сложно выяснять обстоятельства, так как отсутствуют явные улики или следы совершенного преступления. Но, несмотря на это, основная задача следователя – это установить истину по уголовному делу и выяснить все обстоятельства совершенного преступления. Мечта стать сыщиком и раскрывать самые запутанные дела, быть похожим на знаменитых детективов из романов и фильмов, сыграла решающую роль и для Арсения Никольского. Он с детства хотел работать в правоохранительных органах, поэтому целенаправленно пошел учиться на юриста. Уже на четвертом-пятом курсе Арсений Никольский понял, что хочет быть именно следователем, а побыв на практике в судах и прокуратуре, еще больше убедился в этом. Сегодня он занимается расследованием самых тяжелых уголовных преступлений. От его внимательного и цепкого взгляда не ускользнет ни одна деталь, а упорство заставляет с уверенностью продвигаться в поиске преступника. Уже работаю 15 лет практически следователем. Расследую уголовные дела, связанные с убийствами, изнасилованиями и педофилией. Данная работа требует железных нервов. К сожалению, много личного времени отнимает, но моя работа мне нравится. Допрашиваем свидетелей, потерпевших, обвиняемых, подозреваемых, выбываем на места происшествия, осматриваем, назначаем экспертизы. Надо много работать с различным контингентом. Для этого требуются навыки психолога, чтобы подвести человека к тому, чтобы он сам добровольно рассказал всю правду. Семья уже привыкла, что у меня часто к командировке, поздно возвращаюсь домой, но и все свободное время стараюсь посвятить своей семье. К слову, Следственный комитет, как структура, объединяющая все следственные органы, был основан 12 сентября, 10 лет назад. Именно тогда, в 2011 году, был подписан указ об образовании Следственного комитета Республики Беларусь, благодаря чему значительно возросла и эффективность работы следователей. Наша служба работает по всей области, то есть, если совершается какое-то правонарушение, преступление, предположим, в том же Сморгонском районе, Островецком районе, и там необходима наша помощь криминалистического подразделения, наше подразделение готово выбыть и выбывает в любое время дня и ночи. Выезжая на места происшествия, наша задача – это своевременно обнаружить, зафиксировать, изъять, и упаковать необходимые, важные следы преступления, назначить соответствующее экспертное исследование и в дальнейшем оказывать помощь следователю в расследовании уголовных дел. Сегодня в распоряжении Следственного комитета находится самое современное оборудование, которое используется при расследовании преступлений, в том числе и передвижная криминалистическая лаборатория. Она оснащена по последним мировым стандартам, укомплектована специальным осветительным оборудованием, металлоискателями, электронными доктосканерами, техническими эндоскопами, а также другими приборами, помогающими тщательно изучать место происшествия. В распоряжении Следственного комитета есть и множество технических средств для фото- и видеофиксации картины произошедшего, позволяющих на сегодняшний день снимать следственные действия в формате 4К, делать так называемые сферические и круговые панорамы. Все это позволяет создать эффект присутствия на месте преступления. Есть в автомобиле лаборатории и отдельный мини-холодильник для хранения и транспортировки биологических следов преступления. И это далеко не весь перечень того, что находится внутри, казалось бы, небольшой и компактной криминалистической лаборатории. В передвижной лаборатории Следственного комитета находятся также 4 криминалистических чемодана, в которых находится все, что необходимо для сбора улик. Здесь есть отдельный чемодан для упаковки, в который помещается все – от отпечатков пальцев до запаха. Кроме того, здесь есть чемодан для сбора биологических улик, а также объемных предметов. Здесь есть и универсальный чемодан, в котором находится все необходимое для криминалиста. Все чаще следователи раскрывают сложнейшие в отношении сбора улик уголовные дела, исследуя и проверяя буквально каждый предмет на месте происшествия. Так, например, ключевыми в расследовании неоднократно становились отпечатки пальцев, найденные на самых неочевидных предметах – на посуде в раковине или плафоне от выкрученной преступником лампочки. Отдельного внимания заслуживает уголовное дело, в котором преступника вычислили по запаху. Все это стало возможным благодаря постоянному совершенствованию форм и методов работы гродненских следователей. Спустя 10 лет со дня образования можно с уверенностью констатировать, что Следственный комитет эффективно обеспечивает противодействие преступности. Значительные результаты достигнуты органами следствия благодаря высокопрофессиональному, самоотверженному, честному трудоследователю, основанному на уважении к закону и своей профессии. В настоящее время ведомство располагает всем необходимым для успешной работы. Это и прогрессивный нормативно-правовой инструментарий, и достойные условия труда, и высокий кадровый потенциал. В год следователями Гродненской области раскрывается до 12 тысяч уголовных дел. В среднем это практически тысячи преступлений ежемесячно. Ольга Пранкевич, Виталий Рубанов. Новости Гродно+.